Господь Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Мы озвучиваем вопросы и ответы. Ну, когда его занятия люди задавали. Считаю. Вопрос 3267, 18 том, открытый МОКО. Вопрос. Как быстро и доступно объяснить ивановцам, что их учитель антихрист? Ответ. Возьмите их руководство, детку, и разберите хотя бы вот эти два пункта. Сравните с Библией и с тем, что дали нам святые отцы церкви. И дальше я покажу. Эта брошюрка называется «Детка», четвертая страница. Старайся хоть раз в неделю полностью обходиться без пищи и воды. С пятницы 18-20 часов до воскресенья 12 часов. Это твои заслуги и покой. Если тебе трудно, то держи хотя бы сутки. Вопрос бы задать Иволнову Порфирию. Почему именно в это время нужно обходиться без пищи и без воды? И он бы никогда не ответил, считая, что взял произвольно это время. И никто из его приверженцев вряд ли слыхал про эти спасительные правила. На таком вопросе мы можем увидеть, что знания его были не просто мизерны и ничтожны, но не было никаких. Но тут он совершенно точно бил в каноны церкви, о которых даже и не слышал никогда. То есть не сам это делал, а дьявол, вошедший в него при озарении, кавычках, на бугре. Апостольское право 64-е. Если кто из клира будет усмотрен постящимся в день Господень или в субботу, за единственным исключением Великой Субботы, да будет извержен. Если же это будет мирянин, да будет отлучен. Гангринский собор 348-й год, правило 18-е. Если кто ради мнимого подвижничества постится в день Воскресный, да будет подклятвую. То есть проклят. Притом Паршек дает указание с точностью до одного часа. С 18-го часов пятницы, что соответствует еврейскому времени, началу нового дня. Этим правилом пользуется церковь в богослужебном цикле, уже в субботу читая воскресное, евангельские события о воскресении Христа. К 12-ти часам воскресения заканчивается литургия, и в нарушении заповедей о посте нет заслуги, как лжет бесноватый. Шестая страница, детки. Люби окружающую тебя природу, не плюйся вокруг и не выплевывай из себя ничего. Привыкни к этому, это твое здоровье. Человек бывает больным, и что же он должен клотать свой гной, не сплевывая, в подходящее место. О плюновении Библия говорит, какую роль играет иногда сплюнутая слюна числа. И сказал Господь Моисею, если бы отец ее плюнул ей в лицо, то не должна ли была бы она стыдиться семь дней? Итак, пусть будет она в заключении семь дней в Нестана, а после опять возвратится от Марки. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что он от Иоанна. Сказал это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. Плевод вошел в поговорку, да плюнь ты на это дело и успокойся, Сирахов. Если подуешь на искру, она разгорится, а если плюнешь, на нее угаснет, то и другое выходит из уст твоих. Плюновение может нести в себе признак презрения, и это не запрещено законом, но одобряется, и этим тысячи лет пользовались миллионы людей. Не считая слюни своим здоровьем, левитом, я, если имеющий истечение, плюнет на чистого, то истей должен вымыть одежды свои и омыться водой, и не чист будет до вечера. Второзаконие. Тогда невестка его пусть пойдет к нему в глазах старейшин и снимет сапог его с ноги его, и плюнет в лицо его, и скажет, так поступая человеком, который не создает, созидая дома брату своему. Купание в холодной воде, обливание, купание в снегу было всегда у русских, когда попарились в жаркой бане. Здесь абсолютно ничего нового Иванов не принес, и ради призрачного оздоровления на краткое время люди продали души дьяволу. Святые отцы советуют, что если бы тело разваливалось на куске от болезни, то и тогда не по мысли ради сиюминутного здоровья обратиться к волшебнику Сирахов. Живой и здоровый восхвалит Господа. Следующая. Сколько она? Десять. Десять? Ну давай, еще тут. Подожди, может быть, это оставим и перешагнем дальше, может поменьше будет. Видишь, как мы... Это еще больше. Это сколько? Двадцать. Двадцать? Да. Еще себе. Ну ладно, дальше. Тут тринадцать. Да что же это такое? Откуда? Я могу сказать. Вот 33, вот самая маленькая из всех, это вот. Это вот. Сколько? Четыре страниц. Ну, давай его. Вопрос 3505, 22 том открытым оком. Верите ли в какие-то приметы и не грех ли это? Сирахов. Верит. Гадание, приметы и сновидение, суета, и сердце наполняется мечтами, как у рождающей. Вот так. Имею некий странный опыт, что когда добьюсь для кого-то жилища, чтобы кто-то сделал дарственную человеку или только надумал дать, как ту же неприятность, как говорят, как черт из табакерки. Тот, для кого старался, выбивался из сил, и вдруг совершенно как бы без причины делается врагом и уходит из общины. И куда попало попрет. То в ересь, то в чужую и странную юрисдикцию. Человек как бы не выдержал высоты любви, оказанной ему. Есть вещи, которые вообще ничем нельзя объяснить. Другой пример. Когда раньше некие воевали против патриархии, бездумно понося ее, то вскоре уже ждешь. И так оно и будет, что он уже скатится в патриархию, а в ее конюшни и делается поносителем зарубежных приходов. Это даже вовсе не примета, а практика. Кого в чем судишь, в то же рискуешь и сам попасть. Псалом 74. Но Бог есть судья, одного унижает, а другого возносит. Яков. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? В римлянам. И так неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого. Ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя. Потому что судя другого, судя другого, ну судя другого, судя другого, делаешь тоже. То ли ты ни с кем не разговаривал раньше, русский человек и все ударения. То есть ты читал книжки, ты понимал всего, но с людьми не разговаривал. Считаем. Стихотворение. При первой встрече с кем-то столько тайн, охватываешь взглядом чьи-то недостатки. Горбатый ли сравнение пальмы стан и контуры того, на что мы падки. А тот, незнаемый, приценивался к нам. Не манекен же, судя, расторопно. Пройдется взглядом по крутым местам и может стать нам недругом до гроба. Иоаннафана встреча с Давидом налегке. Он полюбил того, кто станет полсалмопевцем. Душой таинственно до смерти прикипел. В его душе Давиду и в буре хватит места. Как знать, какой прибудет с дочкой зять. Параметры его еще прикрыты. Что высветить за свадьбой, не разыграть назад и вместо сокола бы не принять барыгу. Нередко встреча первая решает, обнимемся или затем наточим нож. И к осени седой с каким уже урожаем, когда знакомство не ценим в грош. Дай Бог по-малому не крупно ошибаться. Хотя бы не врагами до гробовой доски. Когда уставшие решаем, хватит, баста, готовы от затраты умереть с тоски. Блажен счастливчик, встретивший Иисуса, влюбившийся в его рождение и исход. На стебляке одном звенят колосья густо, когда пожинки первые священник потрясет. Нам к расставанию бы вытащить успех. На разочаровании чертога не построишь. Дай, Господи, друзей любви моей на всех. У недоверия с растратой пройти по кромке. Знакомство с внешними да будет в самый раз. Оно поддерживает, а не расслабляет. С проглядом в будущее, а не вспышка страсть. Не в омут с головой без оглядки. Шестнадцатое, но седьмое. Так, сколько всего набралось? Девять с половиной минут. А? Девять с половиной минут. Ну все тогда уже.